Рекомендую сайт Всемайки.ру Крупнейший в России онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном Огромный каталог принтов, где каждый может найти что-то на свой вкус Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое Все изделия изготавливаются на собственном производстве И проходят трехэтапный контроль качества 10 лет работы и сотни тысяч довольных клиентов Будь ярким, выражай себя в принтах, дари подарки близким Заходи на сайт или скачай мобильное приложение Для подписчиков канала скидка 10% По промокоду Кинокос Желтая звезда на пиджаке отца Эрика перемещается с левой стороны на правую Странно, что нацики решили устроить сортировку мужчин и женщин только в концлагере Когда подобная процедура проводилась сразу же на перроне, как только пленные сходили с вагонов Да и немецкие солдаты, проходившие службу в концлагерях, не носили стальные каски М40 Только фуражки Каски выдавались только солдатам, участвующих в боевых действиях В Сроуг произошел всего один инцидент проявления мутации Чего вполне достаточно тут же покинуть родной дом и пуститься автостопом по заснеженной Канаде, куда глаза глядят Логан в состоянии вырубить бугая одним ударом Но необъяснимо продолжает раз за разом получать тяжелые удары Ладно у него регенерация, но боль-то он чувствует Мазохист что ли? Да и здоровяк почувствовал адамантивый скелет Логана не с первым ударом, а только когда режиссер дал отмашку Поэтому, только что опиздюлившись от мутанта, я тут же попытаюсь на него наехать Пожалуйста, премию Дарвина этому господину При укомплектации Логана адамантивыми когтями, видимо бонусом была установлена система автоматической чистки когтей от крови Сразу после того, как Логан разрубил винчестер, он угрожает бармену левой рукой, на которой отсутствуют когти Смена плана когти появились Я тут наткнулась на странного мутанта, хрен знает что из себя представляющего и хрен знает куда едущего Кажется, будет отличная идея запрыгнуть к нему в кузов и катиться в неизвестное Ну а что, он мутант и я мутант? Однозначно все будет классно Грандулет Логана оставляет на снегу четкий след от колес След, который меньше чем за минуту исчезает В момент аварии стекло разлетается в дребезги При близком ракурсе в стекле всего лишь дырка появилась Учитывая, что авария была подстроена саблезубым, очень хочется поинтересоваться, где он сейчас пропадает Пока Логан приходит в себя Потом посрешь, сюда люди идут Циклот приложил руку к очкам В следующем кадре рука опущена Само собой, подмога поспевает за секунду до плачевных последствий И раз бойцы профессора изначально знали, где саблезубы устроить засаду Так какого хрена они прилетели-то пораньше? Да и вообще, откуда им в принципе было известно нападение какого-то там саблезубого на какого-то там мутанта в лесах Канады? Неужели профессор случайно зависал в церебро и бац набрел на таких важных для магнита мутантов? Эрику Лэншеру было бы намного сложнее управлять металлом, если бы при каждом удобном случае к металлическим вещам не цепляли бы леску Только потому, что сценаристу требуется доставить Логана в школу Ксавьера Логан, вроде бы обладающим мгновенной регенерацией, получив всего лишь поленом по башке Странным образом отключается так надолго, что его бессознательное тело успели доставить из Канады в Нью-Йорк Тут неизвестный буйный мутант пришел в себя и схватил меня Зачем применять свои способности, когда я точно уверена, что он меня не задушит? Куда направляешься? Серьезный и правильный до мозга костей профессор Икс при желании не против поиграть и потроллить ничего не понимающего Логана Поведение Логана не менее смехотворно Сорвался как ошпаренный и насается теперь в непонятках по особняку Когда мог прямо у Джин поинтересоваться, кто они, куда его приволокли и что им от него нужно Осколки тарелочек исчезают прямо в воздухе, не долетая до земли Это же сколько Логан был в отключке, что Роук уже вовсю учится Когда это ей успели все объяснить, вести в курс дела и принять в школу Сразу с Квинджета за парту посадили что ли? Огонь превращается в кусок льда, потому что в Голливуде физика все стерпит Одинокий Квинджет посреди пустого ангара выглядит как минимум странно Вот как такая огромная площадь может пустовать и ни под что не использоваться? Слева от профессора пустая стена Смена кадра, там уже Логан костюмы рассматривает И очень хотелось бы хоть одним краем глаза взглянуть на бухгалтерию профессора На какие шиши содержатся школы и подобные технологии Учитывая, что профессор честный человек Не думаю, что он залазит в мозги состоятельных людей и заставляет их приносить ему баблишко В противном случае ума не приложу Где еще можно получить огромные средства на содержание неофициальной школы мутантов? Деньги есть Сенатор передает реальный мобильник за маскированный Мистик Однако, когда Мистик принимает свою первоначальную форму Телефон тупо пропадает Когда должен был в момент трансформации остаться на теле синенькой Мистик со всей дури ногами отполировала рожу сенатора А у того даже покраснение не выступило Не говоря уже о синяках или опухлости Помимо физики, лесом идет и анатомия Если согласно рентгена кости росомахи проходят через запястье Тогда каким образом Логан пользуется руками Если адамантивые когти не дадут кистям сгибаться? Как удобно, что после облучения Сенатор случайным образом приобрел мутацию Идеально подходящую для побега из подобной камеры Как-то довольно опрометчиво и легкомысленно Со стороны Эрика Оставлять первого подопытного без круглосуточного наблюдения Особенно даже не располагая данными Какими именно мутантскими способностями Обзаведется испытуемый Слушай, студенты в панике Профессор Завьер в ярости Я не знаю, что он с тобой сделает Лучше уйди От плана Магнита по выманиванию Роук из школы Как-то мне совсем поплохело Зачем Мистик заставляет Роук куда-то уехать Когда достаточно было в образе ее друга Бобби Пригласить Роук прогуляться в городе И спокойно похитить Что было бы, если бы она отказалась уезжать И на кой черт Магнита дожидался Пока Роук доедет до вокзала и сядет в поезд Когда должен был перехватить ее За ближайшим поворотом, как только та покинула школу Нет же, все сделал через одно место Чтобы как можно удобнее предоставить Логану и компании шанс Успеть на вокзал Так, я собираюсь найти Роук Почему же тогда не найти Магнита? Я пытался, но кажется он придумал Как можно оградиться от меня Только потому, что Чарльз следует исключительно сценарной логике Для него непозволительная роскошь Взять на мозговую прослушку ближайших опричников Эрика И мгновенно выведать все коварные планы последнего Но больше всего сбивает с толку Как такой мощный телепат, как Савьер Не запеленговал в своем же доме вражеского мутанта И основного подручного Магнита До шайку, приближенную к Магнита Чарльз в принципе должен был мониторить 24 часа в сутки и 7 раз в неделю И раз Мистик сломала церебра Почему она не вывела из строя основное средство передвижения людей Икс? Лишить противника мобильности как бы немаловажный элемент победы Когда Эрик впервые знакомится с Росомахой На когтях Логана присутствуют шурупы Которых точно не было при потасовке в баре Что тебе надо от меня? Логан, а кто сказал, что мне нужен ты? А, так Магнита нужна была Роук? Тогда как объяснить, за каким фигом Саблизубый устроил такую неаккуратную аварию В которой ценная Роук только чудом не погибла? Тогда почему профессор решил, что Магнита нужен был Логан? Когда всего лишь требовалось прочесть мысли Саблизубого И профессор со стопроцентной вероятностью бы знал, кого собирался Клыкастый похитить Каким образом Магнита в принципе узнала о существовании Роук? Если она сразу после проявления способностей покинула дом и попутками добиралась до Канады Глядя на то, как Шторм создает настолько безобидные молнии Что они не то что убить не могут, но даже одежду не прожигают Шторм как боевой мутант полный ноль Хотя полный ноль это не про нее Я абсолютно согласен с каждым твоим словом Циклоп из того же ящика бесполезных воинов Достаточно сбить с него очки и порядок Парнишку хоть рачком загибай И где он сейчас? Сидит в уголке с закрытыми глазками? А запасной комплект очков с собой носить что логика не позволяет? Одни странности в поведении мутантов за другими На кой черт Магнита поперся прямо через парадный вход вокзала Когда мог поднять в небо кусок вагона И запросто со всеми своими батырами улететь хоть к черту на рога Куда же без толпы зевак в том месте Где ни один вменяемый человек и на секунду не захотел бы остаться Видели мы полицейских идиотов, но чтобы настолько? Один наложив штаны продолжает стоять под пулей Когда всего-то нужно сдвинуть голову в сторону А остальные после того, как у них отобрали оружие и не думают бежать Неужели разом на всех синдром тормоза напал? Хватит, Эрик Отпусти их Эх, и Чарльз туда же К чему все эти пустые уговоры? Когда Чарльз смог просто приказать Саблезубому Сорвать с Магнита шлем и взять под контроль его разум И все, конфликту и войне конец Ага, сейчас, у нас еще полфильма впереди, так что здравый смысл в топку Блин, да ему даже сам Магнита намекает, что он не может прочитать его мысли из-за шлема Как? Как такое безмозглое мышление можно было прописать умнейшему мутанту на планете Земля? Джин, выдай Логану униформу Только профессор решил усилить команду никчемышей нормальным мутантам Как для Логана мигом нашелся костюмчик в точь по фигуре Ни ночи весь мир станет могущественным Все вернутся домой братьями Ох, наивная ты головушка Братьями все станут, ага Да как только каждый хрен на Земле обзаведется сверхспособностями У большинства от вседозволенности так сорвет крышу Что сколыхнется такой разгул мутантской преступности В совокупности с лютым беспределом и хаосом по всей планете Что мама не горюй Точно В данном эпизоде специалиста по 3D моделям явно подменила трехлетняя девочка Факел Тогда какого хрена вы сели у подножья? Зависли бы над статуей, да попрыгали бы сразу на факел А если очкуете, тогда бы хотя бы одного Логана бы закинули Он-то уж точно с адамантивыми яйцами бы не сдрефил Здесь кто-то есть Где? Не знаю, смотри в оба Ладно Логан в команде новичок Но остальные же в курсе, что у магнита в команде мутант способный принимать любой облик И все равно все стоят клювами щелкают У одного из Логанов нормально так сгибаются когти Желание авторов перенести всех ключевых персонажей в продолжение Бессовестно сказывается на поведении жабы Которому ничего не стоило разобраться с тремя иксменами Однако дальше легкого члена вредительства лягушонок себя не проявляет Хотя ему ничто не мешает отправить всю братву к Савьера прямиком в могилу Циклоп подбегает к Джин в перчатках В следующем кадре руки уже голые Как-то я не вкурил, для чего мистик превратилась в шторм и подходит к Логану сзади Когда намного эффективнее было бы превратиться в Циклопа И с почтительного расстояния расстреливать росомашку лучом Супермена Заколов опасного мутанта, Логан как-то не подумал произвести контрольный укол в голову или в сердце И правильно, такая лялька еще в сиквеле пригодится Вот что может быть тупее, чем всей оравой подниматься прямиком в лапы мутанта, управляющего металлом В сооружении, собранного из металла Положение прикованных рук Логана меняется между кадрами Да и правую руку Логана магнита мог стянуть и посильнее А то получается, что Логан напрасно себя дырявил, когда мог в эту огромную петлю свободно руку просунуть А саблезубы неплохо так машутся, особенно после того, как Логан пощекотал ему своими когтями брюха В нужные моменты сюжета супер острые когти Логана предпочитают разрезать металл не мгновенно, а исключительно с нужной скоростью для Логана Логан вонзает когти саблезубому под ребра И тут же оказывается, что вонзил-то он их ему чуть ли не в плечи Луч Циклопа бьет под углом 45 градусов Когда саблезубы покидает статую, луч уже под 90 градусов Циклоп, можешь туда поймать? Кольца вращаются слишком быстро Стреляй! Я же убью ее! Интересно, а что мешает Циклопу перебить своим лучом электропитание питающие преобразователи? Да для выделения подобной мощности к нему уж точно должен подходить огромный медный электрокабель Все же лучшая идея, чем заниматься мудистикой и забрасывать Логана к бешеной центрифуге Не, это не Люди Икс, это какое-то сборище безответственных дошкалят С трудом одолели могущественного мутанта и тут же тупо оставляют его и улетают во свояси Возлагая ответственность за злобного магнита на обычных смертных И когда это люди успели построить пластиковую тюрьму для магнита Если он сразу же на статуи пришел в себя Не думаю, что такой типок как магнита терпеливо бы дожидался, пока ему спецтюрьму отстроят Хватит уже нести чушь, не беси меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok